есть еще один довольно интересный момент он используется для полива растений то есть это это байпас а это инжектор вентури то есть он вкручивается сюда через вот такой элемент подключается к удобрениям то есть емкости где находится удобрение вот это инжектор вентури смысл в следующем когда у нас краник открыт у нас вода идет по прямой подается к элементам полива то есть это капельная трубка дождевателя неважно когда мы перекрываем этот краник вот так раз мы перекрыли то система уже начинает идти через инжектор вентури он устроен так что когда через него проходит вода здесь создается вакуум и мы и он начинает подсасывать удобрение из емкости с удобрения поэтому с помощью краника можно регулировать подачу удобрения и таким образом мы можем смешивать наше удобрение с основной водой который мы поливаем растения надо учитывать следующий момент что инжектор вентури работает на потоке воды то есть чтобы началось так сказать всасывание в систему удобрений нужно создать хороший поток воды и нормально начинает работать система тогда когда у нас проходит до 60 литров в минуту через инжектор вентури тогда образуются вот эти завихрения создаются вакуум и начинается подкачка удобрений почему это важно потому что часто на маленький участок начинают ставить или даже на самотек начинают ставить инжекторы а в итоге они не работают потому что нету потока ну и соответственно нету давления чтобы создать завихрение и начался подкачка удобрения поэтому основное правило это поток воды который проходит не должен быть меньше чем ну или близок к 60 литрам в минуту то есть это параметр оптимальной работы то есть 60 литров или три с половиной куба в час то есть если у нас есть участок и у нас идет там от 3 кубов воды в час то тогда вот этот инжектор начнет работать он может работать как в автоматических системах полива так и вручную все оборудование что вы видите здесь и по которой я рассказываю есть на нашем сайте переходите смотрите если что-то понравится можете заказать с вами был александр компания экотек до новых встреч